Мы сегодня поговорим о ресурсах, которые личности необходимы для того, чтобы быть эффективны в этой жизни, решать свои трудности, которые время от времени случаются, и где их можно взять, эти ресурсы, вообще откуда они берутся. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы с вами коснемся темы, с которой сталкивается каждый человек. Это жизненные трудности. Как мы к ним относимся? Где мы берем ресурсы, чтобы их преодолеть? Откуда вообще эти ресурсы появляются и какие они вообще бывают? Не секрет, что когда речь идет о ресурсах, то чаще всего у нас возникает такая ассоциация, что речь идет о финансах. И финансы тоже. Ресурсы бывают разные. И я сейчас хочу вам прочитать письмо, которое мы получили от телезрительницы Светланы. Она пишет. Последнее время я сталкиваюсь с разными трудностями, и порой мне кажется, что у меня заканчиваются силы. Как стать сильнее? Подскажите. Трудная жизненная ситуация, с которой столкнулась Светлана, и с которой сталкиваемся все мы время от времени, она требует от человека умения, как оценить, во-первых, насколько она для него важна, насколько требует от него действий. Она также, трудная жизненная ситуация, часто воспринимается как нечто такое катастрофическое. В своих консультациях обычно, когда я разговариваю, и человек говорит на мой вопрос, как у вас дела, и он мне говорит, все плохо, все ужасно, я прошу, оцените, пожалуйста, вот если ваша ситуация по 10-бальной шкале, свою трудную, сколько баллов вы дадите? Ну, вы знаете, редко кто говорит, что 10, что как бы соответствует ужасной и трудной ситуации. Обычно говорят 7, 8. И вы знаете, для чего это нужно? Я хочу вам пожелать, чтобы вы тоже свои ситуации, которые перед вами сейчас в жизни встают, вы их оценивали по этой 10-бальной шкале. Потому что следующий вопрос, который полезно себе задать, а что будет мне свидетельствовать о том, что ситуация стала менее трудной, менее напряженной, чтобы изменить хотя бы на один балл. Вы себя можете спросить об этом и тут же как-то подумать, как конструктивно, что сделать. Не все сразу, если ситуация затянувшаяся, сложная, но хотя бы сдвинуть дело на один балл. Но на это обычно находятся какие-то идеи и мысли. Сейчас мы с вами поговорим о том, что уточним понятие трудной ситуации. Я прочитаю вам, чтобы это было максимально точно. Трудная ситуация, которую человек оценивает, он переживает ее как жизненное препятствие. Хочу сказать, что это не связано с угрозой его жизни. Это связано с тем, что какие-то факторы этой трудной ситуации в сознании человека имеют повышенный уровень значимости по отношению к действительности. То есть мы чему-то придаем большее значение, чем остальным другим факторам. И в оценке, конечно, как мы оцениваем ситуацию, это зависит от того, как мы ее интерпретируем и какое значение придаем. Поэтому, конечно, свои ситуации нужно оценивать. И если вы хотя бы себе поставите цель сделать что-то, чтобы ситуация изменилась, хотя бы на один, на два балла стало легче, я вас уверяю, обязательно у вас найдутся какие-то пути решения. Следующий момент, который мне хотелось бы рассмотреть, о ресурсах. Как я уже сказала, что ресурсы бывают не только материальные, потому что часто мы говорим о ресурсах, не хватает ресурсов. Они бывают и психологические, они бывают и духовные. А что же относится к психологическим или личностным ресурсам? К ним относится уверенность в себе, адекватная самооценка, способность человека реализовать свои стратегии поведения или жизни, которые у него есть внутри себя. Конечно, их нужно иметь, эти стратегии. И не плыть по течению, но все-таки взять контроль над своей жизнью в свои руки. Тогда и какая-то стратегия будет появляться. Есть также ресурсы образовательные. То есть, смотрите, и ресурс – это такая штука интересная, что мы его можем накопить, мы можем его аккумулировать, мы можем его растратить. Как вот в Библии пример такой есть. Блудный сын получил ресурс от своего отца, взял наследство преждевременно, пошел его и растратил. Ну и все ресурсы, как материальные, так и психологические, и духовные даже ресурсы можно потратить, растратить. Но хорошая новость в том, что их можно и обновить. Все дело заключается в том, как мы подходим. И все дело заключается здесь, друзья. Заключается, как кто-то говорил, между двумя ушами. Как мы мыслим, как мы подходим к своей жизни. Я думаю, что вот это понимание, что ресурс – это не нечто такое данное кому-то. Вот у кого-то есть ресурс, а у меня нет. Вот такой я человек. Нет, вы тоже можете быть ресурсным, повышать свою ресурсность в физическом плане. Заботиться о здоровье, закаляться в психологическом плане. Приобретать навыки какие-то коммуникативные, разрешение конфликтов, самосовершенствование. Если у вас, вы чувствуете, что вам не хватает какого-то творческого момента, ну, пойдите, запишитесь на кружок рисования. Или сейчас много таких. Я помню, что когда-то я видела выставку одной женщины, которая написала картину где-то в 80 лет. Я помню, ей она так понравилась. Там женщина идёт по полю к солнцу навстречу, кругом цветы, рожь, и она в шляпе. Ну, такая старинная картина. Я в Финляндии видела её. Я себе сказала, ну, когда мне будет, вот лет 70, я точно начну рисовать. Вы знаете, пока время ещё не наступило, но я его жду, что собираюсь заняться ещё и рисованием или пойти поучиться на арт-терапии. Итак, мы возвращаемся к ресурсам. Люди действительно бывают разные и по темпераменту, и по возможностям, и по тому, в какой они семье выросли. Кто-то обладает от природы и от, как говорится, от окружения ресурсами. У кого-то их нет. И кто-то настолько истощился. Допустим, какая-то трудная, затяжная, кризисная ситуация. Что может быть для вас ресурсом? Ресурсом может быть понимание причин и понимание того, что зависит лично от меня. Обычно к нам обращаются родители детей, которые, ну, у них проблемы или с какими-то зависимостями, или что-то не ладится у них в жизни, на работе. И часто вот эти люди, они настолько поглощены жизнью своих близких, что действительно у них и физические, и психологические, и душевные силы заканчиваются, и духовно они чувствуют, что они слабеют. И в такой ситуации ресурс – это знание о своей ситуации. Как к верующему человеку Бог тоже предлагает ресурс. Он говорит, придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, говорит Иисус в одном из Евангелий. И я успокою вас. Или придите ко мне. Что значит придите ко мне? Придите к тому, кто есть Бог, кто есть Господь, и которому все возможно. Даже вот в одном стихе из Библии, Филиппийцам 4, 13, написано, что я все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Знаете, ресурсы могут, они, как я уже сказала, что их можно аккумулировать, накапливать. И может быть, как вам кажется, что сейчас, ну зачем я пойду на этот тренинг? Зачем я буду слушать там какие-то проповеди, или ходить и самообразовываться, приобретать новое знание, компетенции. Может быть, сегодня вы не видите еще, куда вы примените. Но когда у вас она появится, вот я вас уверяю, всегда найдется место, точка, куда вы приложите. Я приведу пример. У меня есть сестра, которая живет в сельской местности. Она уже не молодая женщина. И услышав о том, что ее подруги идут на курсы по вождению, она решила записаться и пойти поучиться вместе с ними, так как ее работа находится довольно-таки далеко, в 10 километрах от того места, где она живет. Ей говорили некоторые доброходы, зачем ты туда идешь, тратишь деньги. Ты никогда не купишь машину, на чем ты будешь ездить. Вот тебе делать нечего. Но вот моя сестра решила, что она приобретет этот ресурс. Водительские права для нее были ресурсом. Она сказала, будут права на вождение, будет и машина. Вы знаете, и машина не появлялась до тех пор, пока она не получила права. Зато она мотивировала себя тем, что вместе с друзьями, вместе легко учиться, легко сдавать. И они все получили права, и через какое-то время у нее появилась машина. Она не новая такая, но вполне она на ней хорошо ездит. И вот смотрите, новость какая хорошая для всех в том, что какой бы трудность вы не переживали, помните, что главным ресурсом человека является его мышление. Потому что каковы мысли в душе человека таковы он сам. Ресурсы, они формируются в детстве. Формируются тогда, когда ребенок учится инициативности, самостоятельности. Так называемые возрастные кризисы проходят правильно, с помощью родителей. И тогда, вырастая, он становится уже таким человеком автономным, который внутри себя решает, что ему делать и как. И у него есть свои ориентиры. Конечно, наилучшие ориентиры – это духовная система координат, в которой человек ориентируется, исходя из того, что Бог принимает его, Бог относится к нему хорошо. Даже если он сам к себе плохо относится, то Бог относится к нему хорошо. И он может принимать решения. И вот эта автономность, способность оценивать себя, адекватно принимать решения – это тоже является одним из ресурсов личности. Есть такое понятие, как самоактуализация. То есть считается, что в психологической школе известный психолог Абрахам Масло, он считает, что человек стремится к тому, чтобы самоактуализироваться. То есть все свои таланты, все свои желания, способности творческие реализовать для того, чтобы принести пользу другим людям, испытывать от этого удовлетворенность. Так вот, друзья, автономность – это является очень важным фактором личности для того, чтобы она могла реализовать все то, весь тот потенциал, который у нее есть. У меня к вам вопрос. А вы знаете свой потенциал? Я вот думаю, что мы не все знаем, на что мы способны. Но кто знает об этом? Об этом знает Бог. В Писании написано, в 138-м псалме, что «в твоей книге жизни были записаны все дни мои, когда ни одного из них еще не было. Ты создал меня во чреве матери моей». Знаете, и когда мы созидаемы в очреве своей матери, там уже все заложено. Все. И таланты, и разные способности. Нам просто иногда их мешает увидеть. Но хорошая новость в том, что мы можем их увидеть. Потому что, если даже ваш земной отец, допустим, не учил вас, как быть вот таким человеком, уверенным в себе, как адекватно принимать решения, то Библия говорит, что Бог дал нам духоусыновление. Потому что у нас есть другой ориентир, воля Божья, благая, угодная и совершенная. Итак, друзья, заканчивая нашу программу, я бы хотела сказать, что родители наставляют своих детей в начале пути. Написано, что наставь юношу в начале пути, он не уклонится от него, когда и состареет. Юноши должны слушать родителей, а отцы воспитывать, не раздражать их, но воспитывать их в учении и наставлении Господнем. Если вы чувствуете, что вам хочется понять, где же эти ресурсы, позвольте тогда кому-то стать вашим воспитателем, чье мнение для вас авторитетное, и вы готовы к нему прислушиваться. Я думаю, самый лучший выбор для нас – это как раз посмотреть на мудрость, которая написана в этом слове «Исследовать ей». Итак, сегодня мы с вами обсудили несколько важных вопросов, которые помогают нам в наших трудностях. Мы определили, что бывают трудные жизненные ситуации. Это те ситуации, которые не угрожают нашей жизни, но мы придаем некоторым факторам в этих трудностях, мы придаем какое-то более повышенное значение. Трудные ситуации хорошо оценивать. Не просто говорить «Ой, все плохо, хуже некуда». Возьмите и оцените их на 10 баллов, потому что когда вы будете думать, а как из нее выходить, вы можете поставить себе цель, изменить ситуацию на один балл, сделать ее лучше. И тогда у вас появятся какие-то конструктивные предложения или идеи. Что такое личностные ресурсы? Их много мы определили. Они материальные, духовные и личностные. И они нужны нам для того, чтобы мы могли реализовать себя в этой жизни. Личностные ресурсы можно накапливать. И главный ресурс, который имеет человек, это его мышление, потому что каковы мысли, в душе вот такой выон. Поэтому, друзья, мы желаем вам быть ресурсными людьми. Надейтесь на то, что Господь поможет вам аккумулировать, приобретать ресурсы. Он будет давать вам идеи. Беритесь, решайте и становитесь людьми, которые побеждают трудные жизненные ситуации. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин